Ненецкий округ готов к проведению единого дня голосования. Об этом в ходе совещания с полпредом президентом Северо-Западном федеральном округе доложил временно исполняющие обязанности губернатора НАО Александр Цибульский. 9 сентября выборы в регионе пройдут на 51 избирательном участке. Полицовет Ненецкого регионального отделения «Единой России» утвердил три кандидатуры на пост губернатора округа. Решение было принято единогласно. Теперь оно будет направлено на согласование в Генсовет партии. Три дня на решение проблемы. Именно такой срок временно исполняющий обязанности губернатора округа Александр Цибульский отвел Департаменту природных ресурсов на перечисление денег Ненецкой АПК для продолжения строительства телятника в Тельвиске. Ранее средства были выделены из бюджета округа. Интерес жителей округа к программе льготного кредитования растет. С начала действия программы выдан 141 кредит. Из них 97 на покупку жилья на вторичном рынке и 44 на первичном. Возможности расходования средств регионального материнского капитала расширят. Законопроектам предлагается предусмотреть возможность средств на получение детьми платной медицинской помощи, санаторно-курортного лечения и реабилитации, компенсацию затрат на проведение текущего ремонта жилого помещения. Время новостей на телеканале «Север». С вами в студии Илья Сахаров. Здравствуйте. Ненецкий округ готов к проведению единого дня голосования. Об этом в ходе совещания полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе доложил глава региона. В своем выступлении Александр Цибульский отметил, что в Ненецком округе избирательные комиссии всех уровней сформированы в полном объеме и осуществляют свою деятельность в штатном режиме. Также обеспечено материально-техническое сопровождение выборов. В цели безопасности все участки обеспечены ручными металлодетекторами. В день голосования будут задействованы четыре комплекса обработки избирательных бюллетеней. Полномоченный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе подчеркнул, что ключевая задача руководителей органов и исполнителей власти – обеспечить проведение избирательных кампаний в строгом соответствии с действующим законодательством. «Результаты выборов должны быть легитимными, не вызывающими никаких сомнений, должны неукоснительно соблюдаться конституционные права граждан и обеспечена их безопасность в период проведения выборов», – отметил Александр Беглов. 9 сентября жители Ненецкого округа примут участие в выборах регионального ЗАГС-собрания. Архангельского областного собрания депутатов также в регионе пройдут муниципальные выборы. В Амдарме, Канинском, Пешском, Приморско-Куйском и Хариверском сельсоветах по итогам голосования определят глав муниципальных образований. Местных депутатов представительных органов выберут в поселке Искателей, Канинском, Пешском, Приморско-Куйском, Тельвисочном, Хариверском и Юшарском сельсоветах. «Единая Россия» утвердила тройку претендентов на пост губернатора Ненецкого округа. Накануне в Наринмаре состоялось заседание полицовета. Напомню, в мае «Единая Россия» принимала предложения по кандидатам от окружных некоммерческих организаций, органов местного самоуправления, а также других политических партий. Причем все, кто направил свои обращения, поддержали одного человека. Утверждение кандидатур на самый высокий пост Ненецкого округа стоит первым вопросом в повестке полицовета. И прежде чем озвучить имена претендентов, секретарь регионального отделения Денис Гусев напоминает, следующий руководитель нашего региона будет избран по новой многоступенчатой схеме. Парламентские партии внесут губернатору Архангельской области для избрания максимум по три кандидатуры. Глава по морю выберет пятерку лучших и представит их президенту России Владимиру Путину. Глава государства из предложенных кандидатур отберет три кандидатуры и внесет в собрание депутатов Ненецкого автономного округа. Из числа внесенных кандидатур, окруженными парламентариями, уже нового 28-го созыва предстоит выбрать губернатора региона. В мае региональное отделение партии «Единая Россия» принимало предложение о кандидатах на пост высшего должностного лица округа от некоммерческих организаций, органов местного самоуправления и партий, которые в соответствии с законом не могут сами выдвигать претендентов. Этим правом воспользовались Ассоциация Ненецкого народа Ясавы, Ненецкая окружная общественная организация ветеранов войны и труда, местное отделение Союза пенсионеров России, Всероссийского общества инвалидов и Российского Красного Креста. Все они высказались в пользу кандидатуры Александра Цибульского. Тем не менее, региональное отделение «Единой России» решило направить главе Архангельской области три кандидатуры. С учетом проведенных консультаций итогов предварительного голосования 3 июня опроса мнений предлагается внести к губернатору Архангельской области для представления президенту Российской Федерации следующие кандидатуры на должность губернатора Ненецкого автономного округа. Цибульский Александр Витальевич, временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа. Кисляков Михаил Леонидович, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива Рыболовецкий колхоз Заполярье. Чурсанов Александр Павлович, глава муниципального образования, телевисочный стильсовет Ненецкого автономного округа. Как пояснил Денис Гусев, Михаил Кисляков и Александр Чурсанов стали лидерами предварительного голосования, которое состоялось 3 июня. Спасибо, что выдвинули на должность губернатора Ненецкого автономного округа. Очень приятно, очень почетно. Я думаю, что такая возможность предоставляется раз в жизни. Конечно же, я хочу избраться не было там областного собрания, нежели губернатором, но хотелось бы пожелать Александру Витальевичу успехов в выборах и всего хорошего. Благодарю за доказанное доверие, за столь высокую оценку. Также повторюсь, что надеюсь, что будут избраны депутаты в собрании депутатов Ненецкого автономного округа. И считаю, что Александр Павлович Цибульский, он является на сегодня у нас лидером и желаю вам победы. Всестороннюю поддержку Александр Цибульский оценил, сказав при этом, что общее доверие накладывает на него еще больше обязательства и ответственности. Спасибо за доверие. Я постараюсь его оправдать. Ну и своим соучастникам этого процесса я желаю успехов. Надеюсь, что президент Российской Федерации определит те кандидатуры, которые сочтет наиболее достойным. Для того, чтобы занятие это действительно важное, крайне сложное и очень ответственное поступало. Решение полицовета по кандидатурам было единогласным. Теперь выбор регионального отделения будет направлен на согласование в Генеральный совет партии. Мария Владимирова, Надежда Качегова, Сергей Качегов, Телеканал «Север». Число самовдвиженцев на выборах в собрании депутатов Ненецкого округа выросло до шести человек. Ранние документы в избирком представили преподаватель Ненецкого профессионального училища Мария Полякова и пенсионер Николай Канев. Сейчас к ним присоединились еще четверо. Это ведущий специалист компании «Лукоилкоми» Татьяна Воробьева, директор компании «Минеральные воды» Заполярье Дмитрий Дышаков, ведущий специалист службы заказчика «Полис Жилстрой» Михаил Кушнир и юрисконсульт Центра природопользования и охраны окружающей среды Кирилл Улиновский. Кандидаты выдвигаются пока только в пятом заводском и шестом портовом избирательных округах. Татьяна Воробьева, Михаил Кушнир и Мария Полякова рассчитывают на успех в пятом округе. Дмитрий Дышаков, Николай Канев и Кирилл Улиновский в шестом. Теперь претенденты должны представить в избирком подписные листы. В заводском округе необходимо заручиться поддержкой не менее 118 избирателей. В портовом не менее 122. На возмещение расходов по строительству телятника в селе Тельвиска в бюджете региона предусмотрено 30 миллионов рублей. Однако эти средства до сих пор не поступили на счет Ненецкой агропромышленной компании. Напомню, новый телятник для крупного животноводческого предприятия региона рассчитан на 700 голов крупного рогатого скота. По замыслу руководителя Ненецкой АПК Анатолия Чудочина, телятник позволит предприятию увеличить дойное стадо и, как следствие, производительность молока. На майской сессии парламентарии одобрили поправки в окружной бюджет и согласовали выделение 30 миллионов рублей для нужд Ненецкой агропромышленной компании по возмещению затрат на строительство телятника. Обеспокоенность председателя собрания депутатов НАУ Анатолия Мяндина вызвана тем, что первый месяц лета уже позади, а деньги на счет предприятия до сих пор не поступили. Сегодня уже июль. Хотелось бы, чтобы ускорить принятие решения о перечислении этих средств. Понятно, что эти деньги сейчас нужны, они строятся. Мы разрабатывали проект порядка, мы проходили ОРВ, сейчас находится право управления, но в последствии с администрацией, это у нас будет сильнее. Глава региона Александр Цибульский отметил, что эту работу необходимо проводить своевременно. Давайте на будущее. Мы принимаем решение о выделении денег, мы все знаем, мы заранее все это собираемся и проговорим. Почему мы сначала принимаем решение о выделении денег, а потом в течение месяца не можем порядок? Порядок перечисления субсидий. Ну, смешно, я даже не знаю, как комментирует Михаил Михайлович. Вот сейчас строительный сезон закончится, мы что будем делать? Мы не думаем, ах, не успели, вот у нас деньги осталось. Будем забирать или оставлять у него на счетах 30 миллионов. Телядника не будет, рабочих мест не будет, компания работать не сможет. И какой смысл в нашей с вами поддержке? Решить этот вопрос глава региона поручил Михаилу Ферину в трехдневный срок. Ирина Нижалова, Вадим Стасек, Телеканал Север. В Нинецком округе господдержка обеспечит оленеводческие хозяйства, не являющиеся сельхозтоваропроизводителями. Им будут выплачивать субсидии на наращивание поголовья согласно порядку, принятому сегодня на очередном заседании администрации НАУ. Речь идет о двух хозяйствах – СПК «Нарьянаты» и СПК «Дружба народов». Оба оленеводческих кооператива большую часть прибыли получают от других видов деятельности. К примеру, в экономике СПК «Нарьянаты» 63% от всей выручки составляет генерация электроэнергии. Электростанция хозяйства обеспечивает электричеством два населенных пункта Пустозерского сельсовета – деревню Каменка и поселок Хангурей. В СПК «Дружба народов» большую часть прибыли получают за счет работы магазина СПК, который находится в поселке Каратайка. Как пояснили в Департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАУ, оба хозяйства при этом занимаются традиционной отраслью. Их общее поголовье оленей составляет порядка 7 тысяч голов. На этой цели в бюджете округа заложено 1 миллион 81 тысяч рублей. Субсидии предоставляются по ставке 164,8 рубля за одну голову. Поголовье северных оленей по состоянию на 31 декабря года, предшествующему текущему финансовому году при соблюдении следующих условий. Кроме того, у заявителя должна отсутствовать задолженность. Действие нового порядка будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января текущего года. После утверждения данного порядка, предоставление субсидий, все хозяйства, которые на территории округа занимаются традиционной отраслью, окажутся в равных условиях, пояснили в ведомстве. Наринмар-Дуримстрой получит субсидии из окружного бюджета в объеме 89 миллионов 400 тысяч рублей на покупку спецтехники и оборудования, а также на восстановление платежеспособности. Кредиторская задолженность предприятия на 1 июня составила более 615,5 миллионов рублей, в том числе просроченные 87 миллионов. При этом в июне прошлого года предприятию была выделена субсидия из окружного бюджета в размере 100 миллионов рублей. Как считают депутаты окружного собрания, финансовая помощь предприятию, оказанная в 2017 году, не привела к восстановлению платежеспособности предприятия. Кредиторская задолженность осталась практически на том же уровне. Это свидетельствует о низкой эффективности принятых мер и недостаточном объеме проводимых мероприятий по предупреждению банкротства. Поэтому депутату предложили Департаменту строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ниницкого округа в ближайшее время представить план мероприятий, направленных на восстановление платежеспособности предприятия и недопущение его банкротства. Восемь муниципалитетов заявились на получение окружных средств для благоустройства своих территорий. Всего в конкурсе на получение окружных средств участвуют 15 проектов от жителей Наринмара, а также Пустозерского, Пешского, Шоинского, Омского, Андикского, Млаземельского и Карского сельсоветов. Общая стоимость проекта составляет порядка 11,5 миллионов рублей. Конкурс проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Ниницкого округа, основанных на местных инициативах, был объявлен в конце мая текущего года. Заявки от соискателей для получения субсидий принимались с 1 июня по 2 июля. Конкурс пройдет в два этапа. Первый – рассмотрение заявок на соответствие требованиям, второй – рейтинговый отбор. Итоги будут известны в конце июля. Согласно положению о конкурсе, каждый проект может получить финансирование из окружного бюджета на сумму до 1 миллиона рублей. Для реализации идеи по благоустройству конкретной территории гражданину или группе активистов необходимо было разработать проект и представить его в местную администрацию. Далее инициатива рассматривалась на собрании жителей муниципального образования. В случае поддержки проекта большинство, муниципалитет выступает соискателем на получение субсидий из окружного бюджета для реализации общественно значимого проекта. С начала 2018 года по программе «Однопроцентные ипотеки» жилищные условия улучшили 89 семей Ненецкого округа. Всего с начала действия программы выдан 141 кредит. Из них 97 – на покупку жилья на вторичном рынке и 44 – на первичном. В Департаменте финансов и экономики округа отмечают, что динамика цифр отражает значительный интерес жителей региона к программе льготного ипотечного кредитования. По данным Московского индустриального банка, на данный момент на рассмотрении находится 95 заявок на 1% ипотеку, из которых 15 на первой стадии рассмотрения, 76 уже прошли проверку платежеспособности клиента. Еще 4 заявки находятся в процессе регистрации. Напомню, в рамках проекта по льготному ипотечному кредитованию для жителей округа возможности расширялись неоднократно. В частности, были приняты принципиальные изменения, которые позволили приобретать жилье на вторичном рынке недвижимости, расширился перечень домов, в которых можно покупать квартиры на льготных условиях по окружной программе. Недополученные проценты по кредитам банку компенсирует окружной бюджет. Возможности расходования окружного материнского капитала расширят. Такую законодательную инициативу на рассмотрение депутатского корпуса внес временно исполняющий обязанности губернатора Нинецкого округа Александр Цибульский по итогам его встречи с окружным клубом многодетных семей. Законопроект поддержан депутатами на заседании комитета и будет рассмотрен на сессии 5 июля сразу в двух чтениях. Законопроектам предлагается предусмотреть возможность направления маткапа на получение ребенка или детьми платы медицинской помощи, санаторно-курортного лечения и реабилитации, компенсацию затрат на проведение текущего ремонта жилого помещения, находящегося не только в собственности членов семьи, но и в пользовании по договору социального найма. На сегодня обладатели регионального маткапа могут потратить его на улучшение жилищных условий, получение детьми образования, специализированную или высокотехнологичную медпомощь, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Кроме того, средства окружного маткапа можно потратить на покупку снегохода, лодки, лодочного мотора, сельхозтехники или строительство бани. Жители Ненецкого округа на лечение Лизы Михальченко собрали уже 237 тысяч рублей от 300 необходимых. Помощь оказали 198 человек. Напомню о сборе средств на реабилитацию юной Нарин Марочки в центре Натальи Пыхтина наша телекомпания объявила на прошлой неделе. Лизе, которой в два года был поставлен диагноз ДЦП, необходимо пройти курс лечения, который позволит девочке уверенно стоять и ходить без малейшей поддержки. Первые шаги к заветной цели были сделаны в июне. Тогда семья впервые побывала в реабилитационном центре. Там за две недели Лизу буквально поставили на ноги. На сентябрь была запланирована следующая поездка в центр, но благодаря собранным средствам пройти курс реабилитации Лиза сможет уже в июле. Поездка туда запланирована на 30 число. Помочь девочке может каждый из нас, переведя любую сумму на номер счета, который вы видите на своих экранах. И это были все новости к этому часу. До встречи в эфире.